Мы сегодня на ночь глядя решили отправиться на кораблике, на ферри, на очень большом, в Испанию, в Барселону. Потому что очень медленно мы продвигаемся по Италии, мы 500 километров всего лишь неделю, всего лишь 500 километров в неделю ехали. И там до Барселоны по земле полторы тысячи километров, это месяц нужно, чтобы проехать это расстояние. Поэтому мы решили за сутки на ферри за 200 евро, там по 60 евро на человека и в общем там 70 машин, 190 евро стоит 3 билета. 190 в общем на двоих и на машину. И короче говоря мы решили сэкономить время, да и топливо тут будет сэкономлено, потому что я конечно проеду на 200 евро, полторы тысячи. Но это сколько будет остановок и вообще сколько на это времени уйдет, короче говоря мы решили... На отели? Да, еще на отели нужно платить, поэтому мы короче говоря решили экстренно вчера вечером купить билеты. И купили, забронировали билеты и сегодня нас уже там наверное ждет фейри. В 11 часов мы отплываем из города Севитовича, вот до него по автобану 22 километра. Кстати вот так вот выглядит автобан. Ничего особенного, в Турции гораздо лучше и шире, и само покрытие лучше. И по стоимости, по-моему там вроде как меньше даже по стоимости. Город называется Чевитовики. Чевитовики в Риме нет порта, и это в общем ближайший порт к Риму, и с этого порта идет фейри, большой корабль, 220 метров в Барселону. Мы будем там проплывать мимо островов, но это уже будет все ночью, и завтра целый день будем полойти. И сегодня всю ночь, короче говоря, поспим, отдохнем, и уже завтра вечером будем в Барселоне. Гримальди Лайнс. Тут в порт нужно заезжать, как-то так интересно, всегда. Нужно понимать, где пройти регистрацию, и где получить билеты, то есть когда вы в порт приезжаете на такой фейри, вам нужно как на самолет сначала зарегистрироваться, вам дадут посадочные, только потом вы поедете в порт. Здесь куча указателей, вот Палермо, Барселона, Гримальди, Барселона. Ну, значит, надо сюда ехать по всей видимости, либо туда. А, ну вот же он, корабль наш. Я буду ехать туда, где наш корабль стоит. Навигации тут то же самое показывают. Здесь что написано? Здесь вроде бы ничего не написано. Здесь два корабля стоят, вон кит один, один Гримальди наш. Я как будто куда-то на Алтынарду приехал ночью. Здесь кипиш такой. А здесь еще плюс ко всему этот есть. Железная дорога вот справа, вагоны железнодорожные. Автодомов целая куча. Неужели все в Испанию? Ну, конечно, это прям экономит и деньги, и вообще для меня загадка, как они провосят трех людей и машину за 200 евро всего лишь. Я думаю, это связано с тем, что на машинах никто не едет в Испанию из Италии, скорее всего. Так, дальше здесь будет разъезд. А человеку можно за 50 евро и долететь на самолете можно. За 50, иногда даже за 30 на лоукостере можно долететь. Очень большой порт, намного больше, чем в Бринальди был. И как это? Бриндиси. Бриндиси и еще Эгуменица. В общем, вот здесь вот по дороге будем ехать вот так пока. Ну, машин много. Кстати, корабль может быть полный, между прочим. Потому что очень много машин. Сейчас мы у этих спросим у мужчин. Написано, что в порту вообще никаких не выделяют вредных веществ. Как он это делает, не знаю. Он же дизельный. Он на самом деле очень сильно дымит, вот это судно. И, короче говоря, здесь столько помощников, столько матросов. Они нас так подторапливают. Ну, я, в принципе, могу и быстро проезжать. Очень большой корабль. И все куда-то едут. Все такие деловые. Как будто знают, куда им ехать. А вот эти фуры сейчас будут здесь еще на второй этаж плюс ко всему подниматься. Это просто какой-то вообще типиш. Как будто в мультике в каком-то про миньонов. Мы заехали, как будто в мини-город какой-то. А вот здесь написано слоу. Нас сейчас еще на второй этаж отправляют. И все что-то суетятся, что-то куда-то ездят. Вот эта вот штучка-машинка, она возит здесь контейнера по месту, по базе. О, он еще и вот так умеет ездить. Он и задом, и передом умеет ездить. У него там крутятся сиденья. Кстати, вот так вот в горку, когда едете, лучше не создавать пробку, потому что у машины может быть масляное голодание. Или там у холодильника может быть масляное голодание. Пропустили всех, все, путь свободен, можно ехать. И вот опять до 2.20 только можно сюда заезжать. Седьмой гараж, мотоциклисты. Очень чисто. Просто невероятно чисто. И они так быстро это все грузят. Мне вот эта ситуация вся напоминает в Японии на аукционах. У них там тоже, когда машины забираешь, вот так быстро все. И ровненько все заезжают, каждый знает, куда им встать. Очень быстро все это происходит. Короче говоря, седьмой гараж у нас. И скорее всего нас не будут сюда пускать, поэтому придется все, что нам нужно, сейчас забрать. Все продукты, все подушки, одеяло, все заберем сейчас. Потому что скорее всего они вот эти двери закроют и никого сюда пускать не будут. В машине тоже максимум надо все отключить, чтобы никакого потребления не было. Людей намного больше, во-первых. Во-вторых, я думаю, они за счет этого как раз таки и делают цены вот такие вот хорошие. 200 евро всего лишь там проплыть, я не знаю, полторы тысячи километров. Может по морю меньше будет, но все равно, это же нужно корабль, это он очень много расходует. Вон там тоже суета началась. Вот Тесла заехала. Немецкие номера, по-моему, Тесла. Вот с французскими номерами тоже. Диана вот так всегда звонит. Самый неподходящий момент. Вот они нас сейчас тут расставят. Оттуда мы приехали. Там, кстати, был хайвей съезд. Первый нужно на нем съезжать, потому что второй съезд. Он туда дальше уходит дорога и там дополнительно вы чуть больше платите. Вот так, откуда? По-моему. А, вот оттуда мы заехали. Оттуда мы заехали, где автодома стоят. Те, по-моему, ждут следующего этапа погрузки. Они поэтапно грузят судно, чтобы оно не кренилось, ничего. И вот здесь есть у них специальные машины. Они, по всей видимости, тягачи отцепляют. И вот эти вот машины специальные, они загоняют без тягачей прицепы. Очень большой порт. Корабль тоже намного больше, чем был у нас из Греции. Этот корабль 11 этажей. И, соответственно, он и весит больше, и может взять на себя больше. Вот. Ну, его уже было прям видно с дороги, какой гигантский корабль. В общем, я не знаю, сколько сюда загрузили машин. На одном только вот этом седьмом этаже. Ну, наверное, машин 50-100 точно есть. Вот она, наша машина. И целая куча мотоциклов. Много с испанскими номерами. И все такое. Мотоциклы просто стоят на подножке. И вот их стягивают здесь вот такими вот стяжками. И, в принципе, это достаточно надежно. Потому что этот корабль вообще, по сути, ни капельки не должно качать. Он очень тяжелый. Здесь вот такие вот цепи якорные. Тросы. Такая сложная система. Я даже не могу себе представить, как это все работает. То есть, если человек где-то окажется не в том месте, не в то время, а будет капец. Вот это, друзья, у них такие любопытные машинки. Они могут и передом ездить его. Могут задом ездить. Он на ней, как на каре, ездит. Вот это уже заключительные машины. Вот тот там один прицеп сейчас остался. Вот сейчас он как раз его подъедет за цепь. Это именно портовые такие машинки. Вот. Он может вот так вот ездить передом, как этот? А может задом как тот ездить? Вот. Как раз. Вот сейчас прицеп зацепил. И все. Сейчас поедем. Очень быстро они здесь это все упаковывают. Одну аппарель корабль уже поднимает. У него их две. И сейчас мы отчаливаем. Мы должны были вроде как выехать на полчаса раньше. Но, наверное, из-за того, что грузят вот эти фуры. Я думаю, вот эти фуры это основная часть, за счет чего корабль получает доход. Мы отчаливаем. И корабль настолько гигантский, что вот так вот, если смотреть, такое ощущение, что как будто бы здание какое-то двигается. Или даже земля двигается. Мы сейчас еще здесь, в этом порту, будем разворачиваться, чтобы вон туда выйти. Вот так вот примерно выглядят каюты. Здесь четырехместные каюты. Есть вот такие вот каюты. С одной кроваткой с диваном. Со шкафчиком. И с окном даже, с иллюминатором. Четырехместные. Опять с диванчиком. А есть еще вот такие вот каюты. Вообще большие. Из души. И окно выходит прямо вперед. Я вчера туда выходил. Вот так вот выходит. Такая вот каюта. Там просто вот это откидывается, как в поезде. И получается четырехместная, либо трехместная. Это вот двухместная. С двумя раздельными кроватями. Без окна. Вот это, наверное, самые крутые каюты, которые в начале корабля. Потому что у них иллюминаторы туда вперед выходят. И они очень большие. И здесь еще душевая кабинка большая. А вот есть каюты на четверых. Без окна и с туалетом, с душем. Я думаю, вот такую можно взять и прямо хорошо сэкономить, если вы вчетвером едете. Но они здесь все такие. То есть они, вот эти вот верхние шкафчики, они откидываются. Кстати, очень удобное решение. Можно дома так сделать. Вот эти, которые в центральной части корабля, они все вот так откидываются. Они здесь затеяли уборку. У них есть аппарат высокого давления. И они сейчас здесь все вымывают. И вот здесь уже вода совсем рядом. Несмотря на то, что мы на седьмом этаже. Здесь прям дует сильно. А, ну это чтобы проветривалось, наверное. Там фуры стоят. И автодома там стоят. Че? А вкрыто все, блин. Видите, как у них здесь все аккуратненько. Аппарат высокого давления. Все вот эти стяжечки. Все сложено. Все чисто. Все на своих местах. Нигде ничего не валяется. Потому что на корабле такого не должно быть. Чтобы где-то был беспорядок. Что-то как-то валялось. Все на своих местах. И все очень аккуратно. Просто невероятно аккуратно. А у них здесь все из камеры? Конечно. В общем, друзья. Мы начнем с восьмого этажа. Вернее, продолжим. Вот я вам хотел показать, что у них вот здесь везде эти собаки. Они повсюду с собаками ходят. В рестораны ходят с собаками. Вот в каюты ходят с собаками. И вот что здесь есть на восьмом этаже кабины. Кабины и инфармарии. А, и слиперсы. Мы, наверное, где-то вот здесь живем. Инфармария. Вот это вот инструкция, как спасательную шлюпку пользоваться. Короче говоря, здесь... А, вот она. Это спасательная шлюпка есть. То есть, если будет какая-то фигня, все побегут сюда спасаться. Так, пойдемте посмотрим, какие здесь каюты. Ну, вот здесь проход. Вот с левой стороны здесь будут каюты с иллюминатором. А здесь справа обычные каюты. Друзья, вот эти вот каюты, которые вот здесь вот в коридор проходят туда... Сколько их тут? Наверное, где-то 40. И здесь примерно 40. Они все без иллюминаторов. Вот эти вот от 25 до 46. И там еще есть каюты. Ну вот, я же говорю 40. В общей сложности вот здесь вот этот блок. 40 кают. И там 40 кают. Они все без иллюминаторов. А вот эти вот каюты, они с иллюминаторами. Должны быть, по крайней мере. А вот эти еще под названием Веласки, вот эти? Ну, это авторские какие-то. Либо авторские, либо для членов экипажа. Здесь еще же есть очень много экипажа. То есть, спят люди, именно всякие разные старшие, которые отвечают за сервис, которые отвечают за еду, которые отвечают за мотор. И здесь много офицеров, то есть старших. Они будут, естественно, в каютах спать. Они не будут, как матросы где-то там спать на шконках. Вот это все зеленые, это все спасательные билеты. Жилеты. Билеты. Вот. И это одна часть только корабля. И вот здесь вот еще есть одна такая же часть. Тоже вот эти вот справа без окон. Слева с окнами. С иллюминаторами. И здесь есть ручки зачем-то. Не знаю. Здесь вообще не качает. Вот чем выше мы поднимаем, тем меньше ощущается качка. Вот там в гараже качка ощущалась посильнее. Здесь вообще я просто иду как будто бы по какому-то зданию, по отелю иду. Здесь две лестницы. Вот таких вот. Два лестничных проема. Один там у меня за спиной. И один здесь. А, ну вот схема. Это вот где мы сейчас только что прошли. Вот так она выглядит. Вот здесь вот сидячие места. Мы должны были где-то здесь ехать. Но мы спали. Сейчас я вам покажу, где мы спали. Вот на восьмом этаже около я не могу понять. 200 кабин что ли? 200 комнат. Не меньше 200 комнат на каждом этаже. А вот он восьмой этаж. И здесь запросто 200 комнат может быть. Вот он вот так вот сбоку выглядит этот корабль. Большая часть это гаражи. Фуры, машины загружены. Вот на восьмом этаже да, 200 кабин. И вот эти вот сидушки. Мы сейчас пойдем на девятый. А здесь на седьмом есть конференц-ром еще. А мы не видели. И еще и рецепшен есть на седьмом этаже. Ну ладно, мы наверное туда уж не пойдем. Мы сейчас пойдем на девятый. СПА есть еще. Сейчас мы спросим, сколько стоит СПА. И СПА, и спортзал. То есть вот так вот выглядит спортзал. И здесь есть еще хамам. СПА есть. И бассейн есть. Маленький, небольшой. Полный вход стоит 30 евро. А если только джим, 12. Еще солярий есть. И массаж есть. И маникюр есть. И так далее. У них сейчас здесь прям грандиозная такая уборка. Территория идет. Причем они убирают без каких-то пылесосов. Все швабрами убирают. И, короче говоря, здесь тоже, наверное, около 200 кабин. И они все вот такие вот. Каждая кабина 4 человека вмещает. На каждом этаже. Сами можете себе представить, какой большой этот корабль. Мы сейчас вышли на палубу. На девятом этаже. Корабль очень быстро идет. Наши ветер здесь такой. Во-первых, морской ветер. Во-вторых, сам по себе корабль еще быстро идет. Есть волны. Причем такие нормальные волны. Не маленькие. Но кораблю пофиг. Он их вообще ни капельки не чувствует. Ни скольчко. А вот здесь вот, собственно, вот эта спа-зона, которую я вам показывал. То есть здесь можно вот в этом бассейне покупаться. И там есть шезлонги. На шезлонгах можно полежать. И здесь тоже снаружи есть шезлонги. Ну и можно вот туда зайти вовнутрь. Там тоже сауна есть. И хамам. И, короче говоря, всякие разные шезлонги. Здесь вот есть ресторан с официантами. То есть сюда можно прийти поужинать вечером. По меню вас обслужат. Чувствуются выхлопные газы. Корабль на самом деле очень много выделяет вредных веществ. Вот прям дым видно от дизеля. Сейчас мы с вами поднялись на самую верхнюю палубу. Здесь у них спасательные шлюпки есть. И очень сильно дует ветер. Прям очень сильно есть лазер. Нужно посидеть. Вот эти шлюпки, они будут сбрасываться автоматически. Вот здесь вот пиротехнические устройства. Они срабатывают. И, в общем, это рвется, это рвется. И все шлюпки попадают вниз. За бак. Здесь около 10. Если не больше. Здесь у них наверху тоже можно купить всякие разные алкогольные напитки, мороженое. И цены вообще весьма демократичные. Ну, примерно такие же, как у нас в Алма-Ате цены. Вот здесь, где бар, ветер не так сильно дует. И можно увидеть, как вот они со своими собаками здесь возятся. Там на шезлонгах загорают. И можно покупаться в бассейне. То есть, по сути, вы как бы оказываетесь в отеле в большом таком плавучем за 200 евро на сутки. Ну, грубо говоря, на две ночи. потому что у вас чек-ин в 11 и чек-аут на следующий день где-то в 8 часов мы причалим. Вот. И вот можно здесь увидеть, как много дыма он выделяет, этот корабль. Он очень много расходует топлива, но и сильно дымит. Сейчас будет чуть-чуть больше жары и мы пойдем покупаем все, я думаю. Там, возможно, даже, скорее всего, соленая вода с моря в бассейне. Здесь даже душ есть. То есть, вода в бассейне соленая, морская, и можно потом пресной водой отмыться. На 11 этаже танцы, бассейн, вот этот для собак гулять. И вот здесь капитанский мостик, туда невозможно зайти. Ну и вот здесь вот моторные отсеки, все такое, тоже никак не пройти. Здесь кабин нет. Каюта, это вот мы когда с Греции шли, она была открыта, и там музыка у нас была, все. Здесь она сейчас либо временно закрыта, либо закрыта из-за того, что мало пассажиров. Нет смысла им просто сюда людей запускать, потому что, ну здесь просто напачкают и все. Десятый этаж, вот это место, то, что я вам сейчас показывал. Здесь всякие разные казино, бутики и рестораны. Пойдемте посмотрим. Вот, здесь они тряпки продают. Кому было мало тряпок, можно украшения купить, купальники, если кто купальники забыл, украшения, вот опять какие-то, и в общем здесь пар такой, и вот здесь мы жили, спали, вот здесь вот слева, где мужичок сидит в зеленых шортах, здесь мы жили, спали, вернее, ну вот так примерно, как они. То есть мы сэкономили деньги на каюте и, короче говоря, поспали нормально. До 10 часов примерно выспались. Вот там всякие разные игровые автоматы, все такое. Для детей, для взрослых. здесь вообще прохладно, никакого шума нет, ничего, ни качки, ничего. На каждом шагу у них здесь туалеты, здесь все-таки маленький туалет, раздельный сбор мусора. вот, опять туалет. Есть большие туалеты, прям как... А, ну вот, вот так выглядит вот эта спа, которую я вам показывал. Сауна и бассейн и все дела, в общем. Потом у них здесь есть вот такая бургерная, они сейчас закрыты, утром открываются, в обед и вечером тоже открываются. там много мест, туда можно зайти в том числе со своей едой, можно зайти там покушать, можно купить. У них там в принципе это все немного стоит. И вон там вот прямо ресторан, который я вам показывал. И здесь еще есть каганат, такая сонно-самообслуживание с едой. А, вот детская комната еще есть. Здесь, кстати, тоже можно было спать. Ночью здесь никого не было, можно было вон туда в домик залезть и спать там спокойненько. Но здесь не так кондиционер работает, как там, где мы спали. вот это вот для дальнобойщиков отдельно. Они здесь курят и вообще у них здесь своя тема. Давайте покажу сначала, как ресторан выглядит. Ну, ресторан как ресторан, обычный ресторан. Вот, просто вас здесь будут обслуживать официанты все. А так, по сути, то же самое. Вот, либо вы можете зайти вот сюда. Вот. Короче, на 4 персоны стоит 100 евро, на персону 25 евро стоит. Ну, вот сюда все входит, в принципе. И завтрак, и обед, и все, все, все. Вот, вот это для водителей. водителей здесь посылится. А вот это кафетерия, это каганат. Либо вот так вот можно купить. Вот такие цены тоже здесь есть. Вот. Здесь самообслуживание. Берете хлебушек, салатик, что хотите, берете. Берете, берете, берете. Ну, и идете в каганате. Там вино. А, у них еще можно бесплатно всегда набрать вот здесь вот оливковое масло, вот так вот. В этих пакетиках соль, лимонный этот, вилки, ложки. И лед можно бесплатно набрать еще. Здесь еще можно лед бесплатно набрать. Там напитки и салаты. Вот вот так вот с видом на море это все происходит, такая столовая. Ну, весьма все культурно. Хотя они вместе с собакой приходят кушать, между прочим. Вот так вот набирают. Мы заходим в порт. Здесь очень много кораблей стоит. Я уже вижу город Барселону. Там у них нефтяная база. по-моему танкер нефтяной или это контейнеровод. Что-то типа такого. Вот здесь еще другие корабли стоят. Самолеты идут на посадку. Все люди вышли. Друзья, вы даже себе представить не можете, сколько на этом корабле собак. Наверное, у каждого пятого пассажира или десятого точно собаки есть. Вот здесь еще один корабль идет следом сонами. Я так понимаю, что порт большой и много будет сейчас определенная здесь очередность есть захода и он прям на малом ходу заходит. Скорее всего, сейчас еще будем ждать помощника. У каждого капитана, особенно такого большого корабля, есть помощник. и этот помощник, когда такой большой корабль заходит в порт, он приплывает на катере, заходит на борт и в общем помогает швартоваться, заходить этому судну уже непосредственно туда, в порт Барселоны. Собственно, и вот этот кораблик с помощником капитана. Сейчас он развернется, высадит этого помощника сюда и он будет ему помогать здесь швартоваться. пилоты. Пилот, который знает этот корабль очень хорошо и вот он вот так боку подходит, там есть лестница и он сейчас будет прыгать к нам через эту лестницу. вот этот вот в кепочке это тот человек, который это дно и ну все здесь знает он будет сейчас помогать швартоваться капитану. он его высадил, этот корабль сейчас уходит но он будет сейчас следовать за судном за этим до конца пока он его не пришвартует он будет здесь рядом он отошел просто на безопасное расстояние но он здесь рядом будет за нами идти. С этой стороны контейнеровоз нам навстречу прошел MSC это крупнейшая такая компания транспортная именно которая занимается перевозками контейнеров это по-моему французская компания и вот можете обратить внимание сколько этот корабль везет контейнеров я даже не знаю сколько там MSC вега ну там их конечно очень много причем любопытно что вы можете обратить внимание каждый контейнер весит около 20 тонн и там тысячи контейнеров на этом судне и оно во-первых не загружено полностью до ватерлинии во-вторых оно не тонет несмотря на то что полностью все это железное и корабль железный и контейнера тяжелые железные оно не тонет и наше судно тоже не тонет и вот этот судно тоже сюда идет оно не тонет потому что корабль давит определенной силой на воду и эта сила она имеет свойство выталкивания то есть во-первых корабль не полностью из металла состоит он там еще прослойки там много воздуха и определенной силой он давит на воду и эта выталкивающая сила ему помогает на плаву держаться архимед это доказал температура в парселоне всего лишь 27 градусов возможно это связано с тем что здесь вот так вот солнце за тучками но после 40 градусной римской жары мы конечно же здесь кайфуем а в море было 20 градусов капитан сказал но было ясно и в принципе мы даже успели позагорать покупаться в бассейне проходим порт контейнерный ну и вот здесь собственно видно какой объем занимает это судно под водой с такой силой вода выталкивает это судно наверх за счет этого она держится на воде за счет выталкивающих сил туда мы идем с этой стороны у них тоже друзья вот контейнерные всякие разные здесь терминалы очень 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 кранов и в барселоне тоже действует вот это правило low mission zone поэтому нам придется как-то по краю объехать и выехать наверное мы там даже задержаться не сможем потому что большой город как-то нужно это все объезжать вот там капитанский мостик а это тоже пилот скорее всего он едет к тому судну которое за нами следует все собственно это уже барселона вот там я так понимаю старый город или еще что-то типа этого здесь у них помимо того что есть мосты у них здесь есть вот такой фуникулер который людей перевозит с одного берега пролива на другой здесь так тесно он вообще с трудом помещается вот там буквально чуть-чуть осталось и спереди тоже так немного осталось в общем друзья въехали мы на территорию испании вот сейчас мы находимся уже в барселоне первое что здесь бросается в глаза что здесь чисто очень и прям очень чисто и все знаки такие информативные после италии какие четкие какие-то я не знаю вот здесь вот написано вот вы только съехали вот порт и вот здесь вот зона короче говоря и в общем в интернете написано что надо на сайте зарегистрироваться обязательно у местных мы спрашивали они говорят что типа это фигня все и не у местных у всех спрашивали они говорят что ничего не надо и еще говорят что это типа только для старых машин и во-первых во-вторых это только до 8 вечера работает но нам это все предстоит только узнать как это на самом деле работает и в общем короче говоря уже вот 8.36 и навигация даже гугл сначала до 8 показывала что там эта зона работает а сейчас типа эта зона не работает но непонятно все равно они наверное таким образом хотят вот Европу очистить от всех грязных старых машин и постепенно постепенно наверное вот это все внедряют но здесь интересно то что вы вот с порта попадаете и сразу прям с самого порта это все начинается то есть шанса даже как-то объехать нет то есть вы получается сразу должны и там еще это за 15 дней как-то все надо регистрировать и в общем не так все просто здесь сразу нас встречают всякие разные памятники всякие разные достопримечательности прям вот возле порта и что самое интересное что здесь прям вообще не жарко 84 градуса по сравнению 104 было в Риме еще здесь намного лучше дороги прям в разы лучше чем в Италии в Риме и очень чисто я не знаю почему в Италии было так грязно и там не просто грязно там вот этот запах неприятный от собак от того что они там в туалет везде ходят и вообще от всего такого Испания вообще намного чище и как-то поспокойнее здесь не знаю даже с чем это связано да Барселона прям определенной чище и ну конечно здесь есть граффити но по крайней мере город не такой душный как Рим потому что Рим прям не знаю может быть это связано с тем что мы были там в шаре но первые впечатления у меня прям такие положительные и на самом деле нет машин старых в основном все новые машины ездят здесь по центру города все новые и такси тоже все новые машины вот это черные это такси машина такси мы сейчас здесь хотим проехать достопримечательностям раз мы уже заехали и раз уже все равно будет штраф хотя бы посмотреть достопримечательности на машине проехать ну я думаю штрафа не должно быть потому что гибрид это экологически чистая вообще машина практически электрическая и в общем ничего такого не должно быть ну посмотрим проверим вот это все черно желтые это все такси в основном все той тойоты пробок вообще абсолютно нет нисколечко и вот здесь выделенная полоса есть там ездят автобусы и ездят такси конечно же определенный не Рим я конечно не был в центре Рима прям на машине вот в этой зоне я ездил вокруг нее до около но все равно могу сказать что прям чувствуется сразу и вот не могу объяснить почему чувствуется как-то как-то здесь все то ли улицы более широкие то ли как-то люди какие-то что ли другие не знаю отличаются определенно отличия есть хотя хотя в принципе та же самая Европа ну да Италия тоже отличается от Греции очень сильно и практически все машины электрические или гибридные я могу представить что сейчас будет твориться когда мы выйдем с этой зоны все новенькие машинки старья практически вообще нет вот это вот знак вернее разметка такая это означает что нельзя занимать перекресток когда там допустим красный или еще что-то типа этого и я думаю они вот этими методами сейчас быстро очистят Европу от старых машин во-первых во-вторых от тех которые там дымят коптят мы едем практически все в основном машины и велосипеды и мопеды все электрические либо гибридные попадаются периодически старенькие машины но они как-то здесь то ли припаркованы то ли еще что-то может быть люди заезжают и просто как бы думают ну все заехали как бы штраф заплатили для Европы 100 евро в принципе не такие большие деньги как допустим для нас если у них уровень жизни такой высокий 95 1.75 здесь это поменьше чем в Италии интересно почему ну здесь прям такой мегаполис конечно и много зелени в Риме не так много зелени да было талат что значит что значит антеншен талат однострынные движения туда поворачивать нельзя только прямо либо налево я и так знаю долго ты переводишь я и говорю одностороннее движение туда нельзя поехать здесь они что-то затеяли какой-то ремонт все перекрыли проезжаем друзья вот такую вот просто нереальную какую-то здесь достопримечательность по Саграда Фамилия это здесь известный архитектор Антонио Гауди строил это все это просто капец конечно широкие проспекты даже напоминают чем-то Америку или в Японии может быть тоже где-то там можно встретить вот вот это Сеат Леон старенькая в принципе машина но все равно видимо она либо проходит либо после 80 все могут ездить и вообще нет никакого смысла не регистрироваться ничего делать такая друзья у них здесь красивая архитектура конечно было бы классно здесь прям где-то в центре остаться но во всей масте нам придется поискать на окраине еще одна достопримечательность это тоже Антонио Гауди строил ну реально очень красивый дом что и говорить я думаю мы завтра куда-то сюда придем уже без машины пешком потому что здесь просто нереально найти парковку если есть какие-то местечки где-то свободные все занято сразу автоматически у них даже мусорщики во-первых мусорки посмотрите какие большие сами по себе во-вторых мусорная машина такая какая-то красивая серьезная мусорщики тоже нужно отметить что у них здесь прям очень красивая архитектура невероятно красивая даже какие-то вот простые дома вот слева даже вот справа ну это более-менее такой современный эконом вариант но все равно он весьма такой симпатичный а вот слева вообще красивые дома у них здесь вот сколько мы едем вообще нет плохих дорог просто совсем нет вообще нисколечко плохих дорог и все как-то четко ясно понятно архитектура очень красивая вот мы едем я даже вот пытаюсь найти какие-то дома такие невзрачные даже вот типа вот вот этот дом типа может сказать что он типа может некрасивый но у него витражные окна до пола и вообще такие балкончики красивые на первых этажах тоже всякие разные дома магазины красивые интересные люди все тоже какие-то такие интересные интересные Испания была империей тоже очень большой на самом деле Испанская империя она тоже длительное время и прям серьезная такая была организация Единственное вот мы едем здесь 30 всего лишь можно ехать а люди и 40 и 50 едут но это вот мы все по вот этому центру едем и люди прям все такие красивые видимо когда мы выйдем в пригород там будет совсем все по-другому но посмотрим время покажет но если сравнивать с Неаполем то прям как будто бы вообще я не знаю абсолютно разные места нисколечко не похожи друг на друга вот мы сейчас дальше едем отъезжаем уже от центра прилично так и вот там вниз дороги какие-то идут внизу у них они платные дороги не по верху идут а по низу там какие-то туннели то ли еще что-то вообще непонятно я выбрал бесплатных дорог вон там телевышка у них вся растянута тросами что ли а еще у них реально вообще практически нет этих граффити не здесь есть граффити ну не так они не так ярко выражены их не так много и вот вон там платные дороги то есть здесь по городу много обладных таких объездных платных дорог но мы ездим наслаждаемся архитектурой и знаки какие-то все понятные то есть вот четко все ясно четко без лишнего после после Греции после после Италии вот там сейчас под нами платная дорога то есть бесплатно они как-то по верху идут а платные они то ли туннели то ли я даже не знаю как это сказать но к архитектуре они здесь однозначно очень очень серьезно относятся вот этой урбанистики к этому ко всему под вечер друзья и 27 градусов уже и в принципе здесь вообще абсолютно комфортно спать в машине и будет и по-моему даже у них здесь комаров нет пальмы растут и еще как выяснилось вот эта Барселона это оказывается не Испания это Каталония и она хочет эта Каталония отделиться от Европы как Англия вышла и от Европы от Испании ну от Испании я думаю от Европы тоже и в общем здесь другой язык и вообще другой менталитет другие люди совсем все по-другому нам предстоит выяснить где эти границы Каталонии заканчиваются ну наверное поэтому здесь все так круто потому что это Каталония а типа не полностью не вся Испания вот друзья обращаю ваше внимание мы уже уехали оттуда с центра далеко и все равно есть пешеходный переход в любом случае есть пешеходный переход есть мусорки ничего нигде не валяется красивые люди и то есть город такой расположен к себе располагают правда здесь пешеходные переходы закончились ну да ну да вот она собственно Барселона вся здесь как на ладони сейчас чуть выше поднимемся а то там он за нами машины короче мы куда-то уже выехали по всей видимости да здесь могут дикие животные прыгать бегать вот она Барселона ну видно что чистый воздух а вот они старые машины поехали как раз да у них машин много таких прям раритетных старых а что вот мы бы заехали сейчас бы здесь остановились почему загорошено а они наверное загорошивают на ночь чтоб люди здесь не спали не не бура гозили по ночам и говорят еще в Испании нельзя в машине спать ну не знаю нам это предстоит выяснить а если я вот допустим еду устал хочу отдохнуть что мне делать не спать ехать а там прям на горе какой-то замок собор собор какой-то подсвечивается очень красиво да круто круто конечно вот я бы если бы наверное не этот фейри я бы наверное плюнул бы где-то в Италии бы развернулся поехал бы назад в Турции потому что ну Греция и Италия прям сильно так портят впечатление о Европе ну в плане того что грязно много иммигрантов и вообще а здесь прям вот все по-европейски вот прям Европа Европа и наверное туда если поехать в Германию в Австрию там тоже будет круто здесь прям приятно да и находиться приятно ну и работать соответственно приятно а вот почему люди допустим рвутся куда-то там в Грецию в Италию для меня это загадка вот это вот как бы окраина города и вот справа пешеходный переход вот такой у них надземный и здесь вообще какой-то лес короче ну как-то круто все не знаю как объяснить непонятно необъяснимо но факт вот там вот замок какой-то собор прям подсвечивается ну и мы наверное собственно сейчас туда и как раз и приедем в ту сторону тут нам 4 километра осталось ехать самое бюджетное размещение это хостел за 60 евро ну с парковкой я имею ввиду потому что нам обязательно нужно чтобы была парковка хотя мы могли наверное там где-то евро за 20 припарковать машину прям в самой Барселоне но я думаю там тоже такие же цены в принципе какая разница там в Барселоне еще выше цены здесь немного мешают деревья но все равно можно видеть прям насколько чистый воздух в городе там есть чуть-чуть дымка но я думаю это больше испарение они прям здесь так заботятся о чистоте и все у них как-то аккуратненько 27 градусов всего лишь я думаю ночью где-то 23 будет 25 и можно спокойно спать в машине в Италии в Греции вообще невозможно было спать в машине потому что душняк еще комары приходилось в отелях останавливаться а это вот чей-то дом прям ест кому-то домой и люди вот так вот живут с таким вот видом представляете у нас как бы в Алма-Ате тоже есть но здесь прям такой ветер сейчас середина лета и после душной Италии здесь прям такая благодать а вот это парк и там прям парк люди гуляют на велосипедах катаются круто друзья вы такое видели когда-нибудь короче мы приехали на телебышку на телебашню я думал это собака это кабан он еще такой деловой вообще к таким животным нельзя подходить потому что я вижу там у него эти торчат он на меня идет вообще никого не боится он как у себя дома здесь гуляет у него клыки торчат да он может этими клыками зафигачить вообще 6 секунд вон друзья это просто вообще что-то реально невероятное в этой Испании как они его еще до сих пор не сожрали он ходит здесь вообще как у себя дома я в Турции думал их не едят а он здесь просто шарится и все они могут быть очень опасны причем он один здесь ходит такой себе можем попробовать его покормить но я наверное этим это делать не буду вот мы приехали на телевышку здесь смотреть на Барселону на красивую а здесь вот кабан шарится в общем он там что-то нашел и короче говоря сидит ест вообще без задней мысли такой ходит деловой здесь удивительно знаю это тот же самый или это уже новичок в общем он как-то разобрался в мусорку здесь все раскидал разбросал и короче говоря вот так это все выглядит остановился здесь вам сфотографировать ночную Барселону в общем пока вечер мы можем ездить смотреть и короче говоря вот там вот замок во-первых там машина стоит наша а вот здесь вот за забором вообще никогда не догадаетесь что здесь я обнаружил это просто пипец вот обычная дорога обычный вид и все такое а там вертолет стоит реальный вертолет настоящий вот так вот а а а